Здарова, чувак! Да-да-да, мужики! Чего звал? Что за срочность? Привет! Короче, давай, что такое? Времена сейчас пиздец какие тяжелые. Вы, я думаю, в курсе. Вся хуйня, Майдан, опять-таки, продукты некачественные, Макдональдс, излучение радиоактивное, всё такое, масоны, мы с вами, друзья, можем не дожить до старости. Да-да-да-да-да. И что нам делать? У тебя, Никита, жена и дочь. И ты, я вижу, месяцами с седьмым фёдором, но тем не менее. Что же нам делать? Скажите вы! Скажите вы. Я придумал решение для нас. Наш собственный пенсионный фонд. Отлично! Аж зачем он? Ну, Никита, для того, чтобы когда ты достиг пенсионного возраста, ты получил причитающиеся себе деньги с процентами, которые ты отдашь в пенсионный фонд сейчас. И будешь отдавать до достижения пенсионного возраста. И нормальные проценты будут там. Ну, так! И всё, купится, и мы всё получим. Конечно, Фёдор! Сможешь столько бургеров купить, что ещё один на подбородок себе примотаешь. 100%! Мужики, время тяжёлое, поэтому давайте небольшой пенсионный фонд прямо сейчас. Я, наверное, всё тебе не отдам тут. Ну, это хватит! Всё не отдам! Подумай о старости, Никита! Сейчас, пока ты на пике, ты можешь ещё заработать. Ну, ты не на пике. Не так много, но вот они, последние. Всё. Я получу... Ты что, блин, монетик? Ладно! Я получу большой процент? Огромный! Так что, друзья, это теперь наш пенсионный фонд. Я его убираю в пенсионное хранилище. Отлично! Так, и когда мы уже получим наши деньги с процентами? Ну, по достижении пенсионного возраста лет, это же... Там кто-то говорит. Больше... 38 лет? Через 38 лет? Через 60 лет, Никита, как только будет... Ну, это стандартно. Пенсионный возраст России. Я ничего не могу сделать. Это очень долго. Да, долго. Но зато потом ты, Никита, абсолютно точно получишь свои деньги. Если ты живёшь. Или если мы его не реорганизуем, как мы... или если рубль не сгорит. Ну, или если не случится какого-нибудь катаклизма или смены правительства. Или если просто мы не спислим эти деньги. Ну, обязательно получишь. Если чего-то не случится, Никита. Пиздец, лучше в пирамиду вложился. Вот! Вот, Никита! Вот, и ты сегодня получил ценный урок. И ты, Фёдор, тоже получил ценный урок и немного халявного шампанского. Терьмо какое. Блин. То есть это был просто урок и ты сейчас отдашь нам деньги? Ну, я говорю, это был просто урок и ты сейчас отдашь нам наши деньги. Теперь мы поняли. подожди, мне послышалось, ты предложил сейчас нам заняться групповухой? Или что ты сказал? Нет, нет, я имел ввиду, что если это был просто урок, то ты сейчас отдашь нам деньги и... нет, 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 бином.бис это касса финансовой взаимопомощи, которая без проблем поможет вам увеличить доходы. Боитесь термина финансовая пирамида? Знаете, что большинство банков и государственных структур работают по точно такому же принципу, только вот последний перезапуск структуры у них был в 1998 году и проценты по вкладу значительно меньше. Проект Бином поможет тебе получить 50% к сумме своего вклада всего за 24 часа. Бином.бис У нас могут быть разные желания, но цель у всех одна. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова